В этом выпуске я расскажу о 10 древнейших и по идее уже устаревших истребителях, которые до сих пор находятся на вооружении некоторых стран мира. Погнали! Десятое место. Супер Этендер. Это французский сверхзвуковой палубный истребитель-штурмовик третьего поколения. Начал эксплуатироваться с 1978 года. Супер Этендер могут применяться для выполнения различных задач, включая поражение наземных и надводных целей, обеспечение противовоздушной обороны и размещаться как на палубе авианосца, так и на обычных аэродромах. Всего было построено 85 единиц. В 1981 году Аргентина приобрела во Франции 14 самолетов Супер Этендер. Несколько машин недолгое время эксплуатировались военно-воздушными силами Ирака. Военно-морские силы Аргентины применяли данные самолеты против кораблей британского флота. В частности, эсминец «Шифилд» и контейнеровоз «Атлантинг Конвейер» были потоплены ракетами «Экзосет», выпущенными с самолетов Супер Этендер. Восемь таких истребителей-штурмовиков базировались на авианосце «Шарль де Голь», который в 2015 году дважды привлекался к операциям по борьбе с группировкой «Исламское государство» в Ираке и Сирии. Самолеты этого типа были окончательно сняты с вооружения французской морской авиации 12 июля 2016 года, после чего пять писаных самолетов были проданы Аргентине. Девятое место. МиГ-27. Это советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности и способные нести ядерное оружие. Начал эксплуатироваться с 1975 года. Самолет выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом, цельноповоротным горизонтальным оперением и трехопорным шасси. МиГ-27 был грозным оружием своего времени. Его оборудование в процессе службы этой модели постоянно совершенствовалось. Появлялись новые и лучшие модификации, которые значительно расширили возможности использования этого самолета и улучшили его технические характеристики. МиГ-27 стали почти незаменимыми участниками всех сколько-нибудь серьезных локальных конфликтов 70-х и 80-х годов. Весьма активно самолеты этого типа использовались в боях в Ливане летом 1982 года. Сирийские истребители примерно в то же время наносили бомбовые удары по целям в глубине израильских боевых порядков. Однако израильские зенитчики заметили неграмотное планирование сирийцами боевых вылетов. По их словам, МиГи шли волнами одна за другой, последовательно поражаясь средствами противовоздушной обороны. МиГ-27 успешно применялись в Анголии и во время Ирано-Иракской войны для ударов по наземным целям. Во время Афганской войны эти истребители почти не использовались Советским Союзом в боевых действиях. На экспорт в Индию в середине 80-х поставлялись МиГ-27 модификации МЛ. Также эти самолеты производились по лицензии. Долгое время они оставались основными истребителями Индии, пока не ушли на хранение в 2019 году. В настоящее время единственным оператором МиГ-27 является Казахстан, который имеет 12 таких истребителей, модернизированных в Украине. Восьмое место! F-14 Tomcat Это американский двухместный реактивный многоцелевой истребитель четвертого поколения с изменяемой геометрией крыла. Начал эксплуатироваться с 1974 года. После воздушных боев над территорией Вьетнама военные хотели, чтобы разработчики закладывали в создаваемые самолеты характеристики вертикальной и горизонтальной маневренности, не хуже, чем у МиГ-21, который тогда являлся основным воздушным соперником боевых самолетов США. Внешность нового самолета окончательно сформировалась к марту 1969 года. В самолете просматривалось большое влияние революционного советского МиГ-25. Со временем в самолете был выявлен ряд недостатков. В первую очередь, систему вооружения было сложно осваивать и эксплуатировать. Во-вторых, была высокая стоимость одной ракеты. В-третьих, введение маневренного воздушного боя было не таким гладким. Для того, чтобы вести наступательный воздушный бой, у истребителя должна быть приличная тяга вооруженность, чего и не хватало у F-14. В связи с этим возник вопрос о целесообразности продления срока службы многоцелевых самолетов F-14 и необходимости начать разработку новой палубной машины. В реальные боевые действия F-14 попали в 1981 году. Тогда американские авианосцы подвергались облетам ливийских сушек и МиГов. Во время одного из них два Том-Кэта сбили два Су-22. В 1982 году ливийские зенитно-ракетные комплексы сбили один F-14. Еще один был сбит иракским ПВО во время операции «Буря в пустыне» в начале 90-х годов. До Исламской революции 1979 года Иран успешно купил 80 таких истребителей. Затем США прекратили поставки оружия, подвергнув Иран жестким санкциям. Иранцы F-14, разумеется, с вооружения не сняли, потому что менять, собственно, было не на что. Вместо этого на 20 истребителей поставили новую авионику, что буквально вернуло самолеты к жизни. Если судить по боевому применению Том-Кэтов, то можно сделать вывод, что самолету не удалось решить возлагаемые на него задачи. Если, конечно, анализировать в соответствии с критерием стоимость-эффективность. Самые громкие победы F-14 прошли во время боев с ливийцами. Условия были практически полигонные. Никаких маневренных боев не было. Истребитель третьего поколения Ягуар был разработан совместно Великобританией и Францией в конце 60-х годов прошлого века. И с 1973 года военно-воздушные силы этих стран получили его на вооружение. В Индии первые Ягуары появились в 1979 году, после того, как 18 самолетов были взяты в аренду. Позднее к ним добавилось еще 160 истребителей, в том числе собранных на собственных мощностях. Всего было выпущено 573 таких истребителя разных модификаций. Боевое крещение этих самолетов произошло в 1977 году во время французской военной операции «Ламантин» с целью поддержать дружественный режим Мавритании в борьбе против повстанцев Палисарио. В 1978 году Франция перебросила для защиты правительственного режима одной из африканских стран 8 Ягуаров, три из которых были сбиты из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2». Затем в 90-е годы была операция «Буря в пустыне» и «Боснийская война», где Ягуары участвовали в бомбардировке аэродрома Удбина на территории непризнанной республики «Сербская крайна». Потом Перуано-Эквадорская война, война НАТО против Югославии и, наконец, пограничный вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, произошедший в 1999 году. В последний раз о истребителе Ягуар можно было услышать в не совсем военной новости в 2019 году, когда индийский самолет сбросил подвесные топливные баки и учебные бомбы на город Амбала, после того, как в один из его двигателей попала птица. В настоящий момент Индия остается единственной страной, у которой на вооружении находятся эти самолеты в количестве 148 единиц. Шестое место! Су-17 Это советский истребитель-бомбардировщик третьего поколения, разработки которого начались в середине 60-х. Начал эксплуатироваться в 1970 году. Он стал первым самолетом с изменяемой геометрией крыла, разрабатываемым в СССР. Производство истребителя-бомбардировщика продолжалось до 1990 года. Всего было выпущено 2867 единиц. В 70-х годах была разработана экспортная версия машины Су-20, которая в 1972 году начала поставляться в Египет. Конструкция Су-20 была практически аналогичной Су-17. Имелись небольшие различия в бортовом оборудовании и системе вооружения самолета. Затем началась разработка еще одной экспортной модификации Су-22. Она получила новый двигатель и ракеты. Первые самолеты Су-22 получили военно-воздушные силы Перу. Со временем эти истребители стояли на вооружении стран-союзниц Советского Союза по Варшавскому договору, а также государств, в котором СССР в разные годы оказывал военную помощь. Су-17 и его экспортные модификации теоретически имели возможность вести воздушный бой против западных истребителей третьего поколения. Но в таком качестве эти машины почти никогда не использовали. Впервые Су-20 был применен во время арабо-израильского конфликта 1973 года. Этот самолет стоял на вооружении Сирии и Египта. Су-20 наносили удары по израильским военным и промышленным объектам. Второй компанией, в которой применялся Су-17, стала война в Ливане в 1983 году. Его применение было очень неудачным. В ходе выполнения одного боевого вылета было потеряно семь машин. Су-17 очень активно использовался во время Афганской войны. Он стал единственным советским самолетом, который прошел эту кампанию от ее начала до конца. Было еще множество конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке. В настоящее время военно-воздушные силы Сирии используют Су-17 для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков. Пятое место. МиГ-23 Это советский многоцелевой истребитель третьего поколения с верхним расположением крыла изменяемой стреловидности. Был создан в противовес американскому F-4. Впервые был принят на вооружение в 1969 году. Всего за время производства было построено около 5000 МиГ-23. Различных модификаций, из которых около 3500 находились на вооружении Советского Союза. Остальное в полках, дислоцируемых на территории стран Варшавского договора, Вьетнама и многих других стран. Первые поступающие самолеты оказались очень сырыми. Многие имели усеченный состав оборудования с ограниченным функционалом. Другой серьезной проблемой была ограниченная видимость из кабины пилота. В дальнейшем ряд недостатков удалось устранить. Но все равно МиГ-23 зарекомендовал себя как очень сложный самолет, как для летного состава, так и для наземного персонала. Из-за требований дальнейшего увеличения маневренности, вызванных появлением в США истребителей четвертого поколения, В 1974 году был разработан истребитель МиГ-23МЛ с улучшенной аэродинамикой, более мощным двигателем и самым совершенным на тот момент электронным оборудованием. Мощный двигатель, который можно сравнить с силовыми установками самолетов следующего поколения, обеспечил истребителю превосходное ускорение и высокую скороподъемность. Данные самолеты побывали во всех войнах, в которых участвовал Советский Союз. В ходе Ирано-Иракской войны иракские МиГ-23 столкнулись с большим количеством противостоящих им иранских F-4 американского производства. Иранские пилоты были подготовлены лучше, что позволило им компенсировать недостатки своих самолетов в боях. Еще хуже для МиГ-23 дело обстояло в воздушных боях против иранских F-14 Tomcat, также американского производства. МиГ-23 до сих пор используется в некоторых странах. По имеющимся данным, северокорейские самолеты были модернизированы, чтобы участвовать в воздушных боях с более современными истребителями. МиГ-23 также играют ключевую роль в военно-воздушных силах Сирии и Ливии. Четвертое место! F-5 Это американский легкий многоцелевой истребитель третьего поколения. Начал эксплуатироваться с 1964 года. За время производства было собрано более 2000 единиц. F-5 был одним из самых массовых истребителей в своем классе, а низкая цена и простота конструкции сделали его очень популярным в странах третьего мира, куда он массово и поставлялся. Самолет предназначался в основном для экспортов страны, получавшие американскую военную помощь для эффективного противостояния советским истребителям МиГ-21. В ряде стран F-5 продолжает находиться на боевом дежурстве и по сей день. В том числе в Соединенных Штатах, которые в 2019 году выделили 16,8 миллионов долларов на ремонт 44 таких самолетов. Со времен Вьетнамской войны F-5 участвовали во множестве конфликтов на Африканском континенте, а на Ближнем Востоке, вплоть до операции «Буря в пустыне» в начале 90-х годов. В последний раз о данных истребителях можно было услышать в 2015 году, когда три йеменских F-5 были уничтожены на аэродромах в ходе саудовских авиаударов. Стоит также отметить, что в 60-е годы F-5 производились по лицензии в Канаде под обозначением CF-5. В Иране на базе этого американского самолета в нулевых годах был разработан истребитель Коусар. Третье место! Мираж-3 Это французский тактический истребитель второго поколения, принятый на вооружение в 1961 году. Впоследствии стал первым европейским самолетом, вдвое превысившим скорость звука. Мираж-3 спроектирован по бесхвостовой схеме с низкорасположенным треугольным крылом. Всего было построено 1422 самолета всех модификаций, которые стояли на вооружении в 20 странах мира. В Израиле было изготовлено без лицензии 220 самолетов этого типа под названием «Кфир». Стоит отметить, что к моменту поступления на вооружение, Мираж-3 сильно уступал по авионике в сравнении с американскими истребителями. В конце 60-х годов третий Мираж развили до третьего поколения и назвали его Мираж-5. Этот истребитель способен выполнять боевые задачи по уничтожению воздушных целей, нанесению ракетно-бомбовых ударов по наземным объектам и ведению разведки. Истребитель мог нести атомную бомбу. Израиль использовал Миражи в войнах на Ближнем Востоке в 60-х и 70-х годах. Они с переменным успехом показали себя в воздушных боях против арабских самолетов. Это советские МиГ-21 и английские Хантер. В 1971 году Пакистан использовал истребители Мираж-3 в войне с Индией, где было повреждено до 8 самолетов. Затем с начала 70-х последовали египетско-ливийский конфликт, вторжение Южной Африки в Анголу, безуспешное использование Аргентины этих истребителей в войне с Великобританией за Фолклендские острова. Ирано-Иракская война 1986 года, где Мираж-3 провел свой последний противовоздушный бой. Последнее использование этих французских истребителей за Колумбий в 90-е и нулевые годы. Миражи успешно бомбили цели партизанской группировки ФАРК. Второе место! F-4 Phantom Это американский двухместный тактический истребитель дальнего радиуса действия. Впервые принят на вооружение США в 1960 году. Самолет был разработан по заданию военно-морских сил с целью защиты кораблей. Кроме того, на него возлагались задачи по перехвату советских стратегических бомбардировщиков. Обладая способностью легко достигать скорость в два раза превышающую скорость звука, Phantom был довольно сложный в пилотировании машины, в значительной мере из-за плохих штопорных характеристик. Но все же этот истребитель был принят на вооружение задолго до того, как были разработаны другие истребители третьего поколения, способные с ним тягаться по многим параметрам. Произведенный в огромном количестве, это 5195 штук, Phantom все еще остается на вооружении в ряде стран, в числе которых Япония, Турция, Иран и Южная Корея. Как и в случае с более поздним F-15, эти машины поставлялись только самым близким союзникам Соединенных Штатов. Истребители из первых партий часто становились добычей вьетнамских МиГ-21. Дело в том, что самолеты советского производства были маневреннее и были вооружены пушками, в то время как американские F-4 целиком и полностью полагались на не самые надежные ракеты, которые были предназначены главным образом для уничтожения бомбардировщиков. Однако полученный во Вьетнаме опыт был использован при создании более поздних модификаций Фантома. Одним из лучших вариантов стал истребитель F-4Е. Именно он до сих пор стоит на вооружении в ряде стран. Основным преимуществом данного самолета было то, что он значительно опередил свое время. Американцы использовали Фантомы во всех своих войнах до 1991 года. Израиль также пользовался американскими истребителями в своих конфликтах, где они уже показали себя с гораздо более лучшей стороны, сбивая египетские и иракские МиГ-21. Последнее боевое применение Фантомов было в 2012 году, когда турецкий F-4 был сбит сирийской противовоздушной обороной. И, наконец, первое место! МиГ-21 Это советский легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения. Начал эксплуатироваться с 1959 года и находился на вооружении советских военно-воздушных сил до 1986 года. МиГ-21 — это самый массовый сверхзвуковой истребитель. Всего было сделано 1,5 тысяч единиц. И это без учета производства в Китае, который до сих пор продолжается на экспорт. За годы своей эксплуатации он неоднократно модернизировался и выделяется 4 поколения этого самолета. Если говорить о последних модификациях истребителя, то они сильно отличаются по своим техническим характеристикам от самолетов, выпущенных в начале 60-х годов. В их числе новые двигатели, радиолокаторы и ракеты с инфракрасной головкой на видение. Истребитель МиГ-21 принимал участие практически во всех крупных конфликтах второй половины прошлого столетия. Первым серьезным испытанием для этой боевой машины стала война во Вьетнаме. За характерную форму крыльев советские пилоты шутливо называли МиГ-21 балалайкой, а натовские — летающим калашниковым. За время вьетнамского конфликта было потеряно 70 истребителей МиГ-21. Они совершили 1300 боевых вылета и одержали 165 побед над американскими истребителями. Следующим серьезным военным конфликтом, в котором принимал участие МиГ-21, стала война между Индией и Пакистаном в 1971 году. В 1973 начался очередной арабо-израильский конфликт. В этот раз МиГом различных модификаций, сирийских и египетских ВВС, противостояли израильские пилоты на самолетах «Мираж-3» и «Фантом-2». МиГ-21 принимал участие во время войны между Ливией и Египтом. Его активно использовали в Ирано-Иракской войне, а также в ходе ряда других локальных конфликтов. После появления машин четвертого поколения, МиГ-21 начал окончательно терять свое превосходство в воздухе. Однако в настоящее время его продолжают активно использовать сирийские правительственные силы. В 2019 году Индия отправила на перехват пакистанских F-16 свои МиГ-21. По сообщению правительства Индии, индийским МиГ-21 и другим истребителям в авиагруппе удалось перехватить пакистанские самолеты и уничтожить один F-16. Как утверждает другая сторона, пакистанские ВВС сбили два истребителя МиГ-21. Но по факту индийцы все же потеряли только один самолет. Помимо Советского Союза, истребитель стоял на вооружении всех стран Варшавского договора и поставлялся многим советским союзникам. Он и сегодня довольно активно эксплуатируется. МиГ-21 стоит на вооружении нескольких десятков стран мира. В основном это страны Африки и Азии. Так что эту машину можно назвать не только самой массовой, но и самой долгоживущей среди истребителей. Первое. Обязательно нажми на кнопку с изображением колокольчика, дабы всегда оперативно и вовремя получать информацию о выходе нового выпуска. Второе. Посмотри мои прошлые видео, они ничуть не менее интересны. И, наконец, третье. Вступай в мою группу ВКонтакте. Ссылка на нее в описании под видео. Ну а с вами был Хардестер. Всем мира и процветания!